Привет! В этом видео хочу обсудить уникальность кокосового масла. У него есть очень интересные свойства. Во-первых, более 50% его состава — это масло MCT или SCT. Это значит среднецепочечные триглицериды. Что же это такое? Это жир, который не обязательно превращается в жир, но используется в качестве энергии и очень способствует сжиганию жира. Он помогает похудеть. Это тот жир, который помогает худеть. Также он очень комфортен для печени и желчного пузыря. И для того, чтобы усвоить этот жир, печени не требуется столько желчи. Он сразу переходит в лимфатическую систему через кишечник и используется для получения энергии. Поэтому он очень полезен для тех, у кого проблемы с печенью и желчным пузырем. Отличное свойство. В нем есть лауриновая кислота. Насколько мне известно, она содержится только в трех продуктах. Это пальмовое масло, кокосовое масло и грудное молоко. Лауриновая кислота обладает очень сильным противовирусным действием. Это жир, который борется с микробами, вирусами и помогает вашей иммунной системе. Также он хорошо справляется с кандидой и другими грибками. Так что он очень полезен для иммунитета. Кокосовое масло полезно для иммунитета, сжигания жира, энергии и помогает войти в китоз, то есть начать сжигать жир. Когда вы в китозе, вам нужно что-то вроде жира, чтобы продержаться между приемами пищи. Это одна из причин, по которой вам стоит посмотреть ролик о так называемых кетобомбах или кетожиробомбах. Я выложил на сайте много рецептов, чтобы дать представление о том, как замастеровать кокосовое масло. Как иначе вы его собираетесь есть? Ложкой? Из него можно делать небольшие печенюшки. Их можно держать в холодильнике и заканчивать ими прием пищи. Так вы можете съесть больше жира, и это позволит продержаться между приемами пищи, без сильного голода и сжечь больше жира. Так что это поможет китозу. В отличие от чего-то низкокалорийного или низкожирового, вот это реально вредно. Также кокосовое масло улучшает холестерин и липидный профиль. Оно также очень полезно для волос и для кожи. Оно полезно много для чего. Это все, о чем я хотел сказать. Начните употреблять кокосовое масло, если еще не начали. И переходите по ссылкам в описании, там вы найдете рецепты кетожиробомб. Посмотрите обязательно. Спасибо за внимание.